Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок. С вами Анастасия Гулис. И сегодня хотелось бы немножко помечтать о счастливых летних деньках, когда мы будем с вами сидеть на террасах и любоваться на свисающие красивые ампельные растения. Наверняка первое, что приходит на ум, когда мы думаем об подвесных кашпо, это петуния, либо ее близкая родственница сурфиния. Растение, конечно, неплохое, но имеет ряд существенных недостатков, которые затрудняют полностью наслаждаться красотой своего сада. И прежде всего, это неустойчивость цветков петунии к неблагоприятным погодным условиям. Любой сильный дождь, любой ветер превращают ее яркие нарядные цветы в жалкие тряпочки. Чем же заменить это растение в своем саду? Прежде всего, мое самое любимое растение – это пеларгония плющелистная. Когда мы слышим слово пеларгония, многие представляют себе так называемые мушкаты, растение с сильным и не всем нравящимся запахом. Пеларгония плющелистная лишена этого недостатка, и ее листья практически ничем не пахнут. Но кроме того, что она не пахнет, не раздражает наше нежное обоняние, она отличается красивыми свисающими побегами с блестящими крупными листьями. Это первое, что может заменить обильное цветение. Но к листьям в придачу идут роскошные совершенно кисти цветов самых различных оттенков розового, красного и белого. Есть даже сорта с сиреневой краской цветков. Они могут отличаться как по степени махровости, по форме лепестков. Могут быть совершенно легкие, изящные цветки, похожие на мотыльков. Могут быть такие пышные набитые бутоны, которые похожи даже на гвоздички скорее. И вы можете выбрать именно тот сорт пеларгонии плющелистной, которая вам понравится. Еще одно достоинство этого растения в том, что она переносит легкие заморозки, совершенно без утраты своей декоративности. Минус 5 градусов в течение одной-двух ночей она переносит без потери. В Бельгии это растение зимует на улице и продолжает свистеть, как только весной начинает пригревать солнце. Но у нас, конечно, с нашими зимами оно вряд ли перезимует на улице, но его можно убирать на застекленную лоджию и сохранять его в качестве маточного растения. Черенкование в конце февраля-начале марта месяца позволяет нам размножить это растение и не покупать его в дальнейшем, а использовать выращенные из черенков новые растения. Второе растение, которое не все встречали в озеленении, но оно тоже очень роскошно и красиво выглядит, это вербена гибридная. Наверняка вы слышали про лекарственную вербену, слышали-то про нее многие, но видели на самом деле немногие. А вот вербену гибридную вы видели наверняка чаще. Это не очень крупное, но такое достаточно пышное растение с небольшими листьями и крупными щитками цветов. Цветки мелкие, до сантиметров в диаметре, но они собраны в щитки по 10-15 штук. Бывают щитки даже у некоторых сортов до 20 цветков. То есть соцветие смотрится очень богато и красиво. Несмотря на то, что цветки мелкие, они окрашены очень ярко. Есть малиновые, белые, фиолетовые, красные, различные оттенки розового. И самая интересная особенность этого растения, то что чаще всего в середине цветка у нее есть глазок контрастного цвета. Но у темно окрашенных цветов чаще всего этот глазок белого, либо нежно-розового цвета. Бывает иногда светло-зеленого, а у белого чаще всего глазок розовый. Это растение чем хорошо? Оно тоже достаточно морозостойко. Но, конечно, минус 5 оно переносит все-таки с некоторыми повреждениями, бутоны у нее подмерзают. Но те, которые были не распущенными, они при потеплении распускаются полностью. А если на улице температура около нуля, которая, в принципе, практически полностью уничтожает нежные цветы бетонии, вербена гибридная продолжает цвести. Это растение размножается посевом семян, хотя есть гибридные серии, которые черенкуются. Но, в принципе, и семян вполне достаточно легко выращивается. Единственное, что, конечно, в этом году вы уже вряд ли успеете вырастить собственную рассаду, поскольку до цветения с момента посева проходит почти 2,5-3 месяца. Но, хотя, если вы не очень спешите, можно посеять прямо сейчас. Следующее растение, которое мне нравится больше всех – это немезия. Многие даже не представляют, что это такое, но это на сегодняшний момент совершенно хит среди ампельных растений. Это растение, хоть оно, в принципе, цветоводам известно давно, совсем недавно появились такие интересные гибридные серии, которые представлены совершенно необыкновенными окрасками и формами цветков. Это растение из семейства норичниковых, в родственниках у него львиный зев, и у него такой необычный по форме цветок, который является немножко несимметричным таким. Он напоминает немножко приплюснутый такой цветок львиного зева. И окраски немезии могут быть совершенно разных окрасок. Они могут быть белые с рисунком, могут быть желтые, оранжевые, лиловые, пурпурные, красные. Есть виды немезии, которые отличаются красивыми лазурно-синими цветами. И все это многообразие было соединено среди вот этих гибридных серий. Естественно, гибридные семена достаточно дорогие. И, в принципе, немезию, наверное, проще купить один раз кашпо и в дальнейшем сохранять маточники в прохладных условиях, как мы сохраняем фуксию или пеларгонию, и весною черенковать. Однако есть один из видов немезии, которую, в принципе, выращивают цветоводы очень давно, но это немезия забовидная. У нее нет голубых окрасок и сиреневых, но она отличается всеми окрасками от белого до желтого и красного, причем в различных сочетаниях цветов. Это растение сеется прямо в грунт и расцветает достаточно быстро. В принципе, семена немезии забовидные можно посеять в конце апреля месяца, и она уже расцветет у вас к началу июня. Если же вам не хочется яркого цветения, но хочется украсить кашпо, я предлагаю попробовать вырастить ипомею батат. Наверняка вы слышали слово батат. Оно у вас ассоциируется с чем-то таким тропическим и съедобным. Да, это та самая ипомея, это тот самый батат, который употребляют в пищу подобно картофелю. Но, естественно, декоративные его сорта, они не образуют таких крупных клубней. Хотя, если их высадить в хорошую плодородную почву прогретую, достаточно крупные клубни оно может образовать даже в наших условиях. Чем прекрасна ипомея батат? На сегодняшний момент выведено множество сортов, которые отличаются разными окрасками листьев. От золотисто-желтых до темно-пурпурных и бронзовых. Форма листьев также разнообразна. Они могут быть сердцевидными, копьевидными, могут быть рассечены подобно листьям японского клёна. И всё это разнообразие вы можете получить за совершенно разумные деньги и выращивать у себя на террасе. Маточники ипомеи сохраняются очень легко в комнатных условиях. Она прекрасно черенкуется. И это растение, один раз вовремя убрав тёплое место осенью, вы будете сохранять на протяжении многих лет. Я надеюсь, что мой рассказ поможет вам выбрать достойное украшение вашей террасы. И вы будете наслаждаться тёплыми, мирными летними вечерами в этом году. С вами была Анастасия Гулис на канале Процветок. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки.